Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре политика». Гость в нашей студии – декан факультета Высшая школа государственного управления Нижегородского института управления филиала РАНХИКС Анна Руденко. Добрый день! Вы принимали участие в разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Документ еще до его появления вызвал волну критики, потому что все вспоминали предыдущую стратегию, которая не очень эффективно была реализована. Так зачем нам очередная стратегия? Я была в составе рабочей группы «Эффективное государственное управление». Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года инициирована временным исполняющим обязанности губернатора Глебом Никитиным. В декабре 2017 года было создано 18 рабочих групп, в составе которых эксперты – это и государственные гражданские служащие, руководители, специалисты и руководители различных отраслей народного хозяйства и различных организаций. Я считаю, что эта стратегия нужна нашей области, нужна новой команде правительства Нижегородской области, команде губернатора, потому что нужно знать, куда двигаться, каков вектор развития региона. И хотела также сказать, что да, 2035 год. Кажется, что это настолько далеко, но это действительно ближайшая перспектива. В современном мире многие организации, страны, корпорации разрабатывают стратегии до 2050 года, чтобы понимать, куда двигаться, двигаться компанией и регионам. А зачем строить планы на такую далекую перспективу аж до 2035 года? Ведь ситуация, что в стране может случиться внезапно очередной кризис, что в мире политическая ситуация может измениться хоть завтра. Мы живем в эпоху перемен, в эпоху технологической революции, когда меняются методы управления, технологии, ценности. И нам необходим форсайт, то есть видение будущего для региона, для различных отраслей, для социальной сферы, чтобы понимать, как развиваться, в какую сторону двигаться. Но а риски предусмотрены? Конечно. Как и в любой стратегии, риски в стратегии социально-экономического развития Нижегородской области предусмотрены. Я хочу сказать, что мы пошли в тренде указа президента Российской Федерации о стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года. И хотела обратить ваше внимание, что сейчас мы переходим к новой экономике. Если раньше у нас была экономика общества, для нас был важен уровень ВВП, экономические показатели. То сейчас в центре человек. И мы увидели в указе президента Российской Федерации, что ключевыми показателями развития нашей страны будет естественный рост населения, улучшение качества жизни, комфортных условий для развития населения граждан Российской Федерации. Эффективная реализация стратегии будет зависеть от того, как сработают чиновники на местах. Это касается региональной власти и муниципальной. Нынешняя власть способна на это? Хочу сразу сказать, что наша когорта чиновников государственного и муниципального уровня – это достаточно устоявшийся состав профессионалов. И ни с Марса, ни с Луны мы новых чиновников сюда привлечь не сможем. Я считаю, что да, с нынешним составом госслужащих, муниципальных служащих мы сможем продвинуться вперед, но при условиях определенных. Хочу сказать также, что в Российской Федерации на сегодня намечается тренд – это снижение уровня мотивации на результативность труда. Поэтому нужно подумать, как результаты конкретного труда руководителя органа местного самоправления, руководителя министерства отражаются в его должностных обязанностях, в его должностном регламенте. И как это учитывается при подведении итогов определенный период времени, итогов работы государственного органа, органа местного самоправления. Очень важно поднять уровень мотивации государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, заинтересовать их в достижении именно результатов, поставленных в стратегии. Но сама система управления власти не вызывает вопросов? Вызывает, да. Несмотря на то, что у нас внедряются информационные технологии, есть перегруженность, отчетность, дублирование функций. Кстати, об этом мы и в рабочей группе по эффективному государственному управлению говорили, это обсуждали и продумывали, как дальше нам двигаться, предложили конкретные шаги. Какие вот интересные? Не много ли у нас чиновников? По поводу чиновников, да, я посмотрю статистику, в нашей области в органах государственной власти чуть больше 4200 человек работает, в органах местного самоправления около 8000 человек. Это достаточно стабильная численность госиммунслужащих за предыдущие несколько лет. Но хочу обратить внимание, что возрастной состав наших служащих, он достаточно высок. На уровне региона, это государственные служащие свыше 40 лет составляют более 40%, а в органах местного самоправления людей старше 40 лет, то есть уже с богатым управленческим опытом 57%. Но нам нужны молодые кадры, да, свежая кровь, люди, которые придут с новыми установками. И для этого есть определенные механизмы, определенные технологии. Одну из них нам продемонстрировал Глеб Никитин 14 мая в Нижегородском институте управления Академии Препрезиденте. Он презентовал портал команды правительства Нижегородской области. То есть мы увидели, что открытое правительство расширяет доступ граждан на гражданскую службу. Конечно же хочется, чтобы на гражданской службе развивались такие инструменты, как наставничество, да, то есть опытных служащих над молодыми. Институты наставничества, воспитание клиентоориентированности служащих, да, то есть они должны быть нацелены на потребности конкретных граждан, местного сообщества, граждан, проживающих на территории региона, а также тех организаций, которые создают благо в регионе. Анна Вадимовна, спасибо вам за интересный разговор. Удачи вам. Спасибо. Вы смотрели программу «В центре политика». Спасибо за внимание. До встречи через неделю.